После этого период реабилитации, конечно, у меня была вот такая вот щека, фамика и гематома. Но было не больно. Бурятия приезжает. Спасибо за столь заманчивое предложение. Настя, скажи, ты такая естественная и милая, пусть тебе везет. Спасибо большое. Настя, после увеличения губ сильные синяки, как избавиться? Машьте травмелем мазью. И все, они быстрее зайдут в синяки. Еще мозг нечаянно удалили. Ха-ха, какая смешная шутка, ты случайно не в третьем боючишься? У меня из-за зуба мудрости воспалился лицевой нерв. Ого! На Байкал, на Байкаль я была. Давай в Баку. В Баку мы прилетим в конце октября, да, где-то? Вот. Ты одна или с Тимуром, чтобы поговорить на девичьей темы? Я, конечно, с Тимуром, но он читает, не слышит. Можем так что разговаривать. Ты, как всегда, прекрасна. Спасибо большое. Настя, как быть? Теперь не могу человека, с которым работаю. А, теперь не могу человека, с которым работаю. Аж трясет. Сочувствую. Тебе нравится твое имя? Раньше было модно называть всех Настями. Мне очень нравится мое имя. Я считаю, что это вообще королевское имя Анастасия. Вообще, это, мне кажется, самое красивое имя после Инны. Ну, Инну, моя мама. Мою маму зовут. Я считаю, что Настя, это прям второе имя по красоте. Соня, ну, где-то третья. Нити судьбы, конечно, смотрела, да. Вот Нити судьбы, это тот сериал, который вызывал во мне бурю разных эмоций и слезы, и радости, и переживания. Нет, это очень крутой сериал просто. А, ты скинула, да? У меня есть отчет, если что. Ресниц нет, точно. Вот что изменилось. Их нет уже долго. Как дочку бы хотела назвать? Эвелином. Матюшки, день рождения. Матюшки, день рождения. Матюшки, день рождения. Да, все забывают, я всем напоминаю о ней. Я смотрела, а, смотрела сильная, слабая женщина. Не помню. У меня кота Соня зовут, думала, кошка, но... Настя, когда на блефаропластику говорила же, что в сентябре? Ну, так вышло, что я сейчас в Москве проживаю. И для того, чтобы сделать блефаропластику, я хочу сразу сделать нос. Нос не внешний, а внутренний функциональный момент, потому что у меня скребленная перегородка. Мне нужно, чтобы нос у меня функционировал на все 100%, поэтому я хочу разом сделать нос. Но дело в том, что нос и глаза, если делать, на это нужно, опять же, период реабилитации. Сколько там? 3-4 недели. То есть в это время я должна быть в Новосибирске. Обновление на айфоне еще глючит. Сегодня переустановила обновление 13.1.1, и все равно ничего не помогает. Так что 12 было самое лучшее 12. У тебя губки стали больше, чем были. Было хорошо, когда совсем их сдуло. Еще бы немного, но сейчас как-то очень много. Имхо. Здорово. У меня дочку зовут Малика. Прикольно. Какой национальности, парни, ты предпредсчитаешь? А вот. Как ты брови красишь, чтобы не была у начала щеткой границы? Не знаю. Что такое блефаропластика? Это мешки под глазами. Многие из вас, наверное, замечали, что у меня все время мешки под глазами такие. С ними можно ходить в магазин и складывать туда продукты. Поэтому я хочу избавиться от этого всего скорее. Нарождите 13.1.1 перед поездкой в Москву. Моя девушка, день рождения Моя девушка, день рождения Настя, без косметики лучше, спасибо Как тебе имя Илона? Все имена прекрасные по-своему Замечательные имена Или вы думаете, что я сейчас буду... Вы знаете Имя Илона достаточно забавное Но есть некоторые нюансы Мне не нравится, что первая буква у этого имени И И это самая нелюбимая моя буква А в конце это имя заканчивается, как и большинство имен На А Это обычное имя Ну типа все имена прикольные, это очень здорово Но мое имя, любимое, как бы я назвала дочку, это Эвелина Ну конечно бы, если бы можно было бы назвать дочку Настя Я бы назвала ее Настя Потому что Настя, как по мне, так это просто крутое имя Так, да, главное, чтобы человек был хороший Совершенно верно Ладно, ладно, поняла я Настя, что именно глючит 13-й айот? Не знаю, в истории, допустим, глючит Или когда я видео форматирую в Аймове Тоже есть некоторые глюки Порсятся, конечно, после наращивания Друзья, после наращивания ресниц Ресницы портятся в том случае Если вы их выдираете сами Это первая запятая Второе, если вы наращиваете у какого-нибудь стремного мастера У которого очень стремный клей Второе, запятая Точнее все, точка Две причины, по которым ресницы могут испортиться Ресницы не испортятся, если ты идешь их и корректируешь там, где ты их наращивал у хорошего мастера Все, они не испортятся Спасибо, Фура Мира Представляете, до сих пор ничего нет Никто не звонил даже Я не хочу Насте назвать А, я хочу Насте назвать дочку Здорово Вот это правильное решение Совершенно верно Как ты думаешь, расстояние убивает отношения? В большинстве случаев, конечно же, расстояние, оно убивает отношения Потому что люди друг друга отвыкают Отвыкают Если оба партнера в отношениях такие, как я То этим отношениям не быть Но если в отношениях есть такой, как мой Димур Значит, этим отношениям грозит любовь, удача, успех и семья, и радость у детей Потому что я на расстоянии начинаю сходить с ума У меня сносят крышу и так далее И мне обязательно нужно, чтобы мой мужчина в эти моменты меня правильно поддержал И вот как раз-таки мы за такой большой период наших встречаний научились друг к другу хорошо относиться И поэтому, собственно говоря, все хорошо Здравствуйте, 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 здравствуйте Привет, всем большой привет всем городам и странам, Машам и Наташам Привет, ты такая классная, просто вау, спасибо большое Нет, у Тимура не было брака, у Тимура не было детей Я думаю, многие, такая проблема с почтой России, но завтра сказали правильно Альбина тоже красивое имя Все красивые имена, все замечательные имена, но мое любимое имя Настя так или иначе Привет, привет, сколько вы в отношениях? Уже больше года Кавказцы мощь Не могу не согласиться с этим Как давно эфир идет? Минут 10 12 Настя, что готовила на ужин? Блин, этот вопрос меня застал А? Этот вопрос завел меня в тупик, потому что я ничего, по-моему, не готовила Но мы сытые, мы сытые, потому что мы ели недавно У меня парень тоже близнец, если правильно подойти, то просто лучшие, но и тяжеловатым бывает Я понимаю, о чем ты говоришь Блин, уже с тобой так давно, что читаю вопросы и уже знаю на них ответы еще до твоего ответа Я тоже, Тимур Очень здорово, здорово Биорелиберализация не было Представляю, как муж сойдет с ума от двух Насть Ну да, прикольно Ну я не... вообще я же верю во всякие там поговорки, да что И говорится, что нельзя в семье называть тем же именем ребенка, что и родители День рождения, 22 марта, любимые духи Бакара Ты с кем-то встречаешься? Да, уже как больше года встречаюсь с Тимуром Я тоже, Тимур Здравствуйте, Тимуры Может мы родственники Может вы с моим Тимуром близнецы Может быть братья Арменины и Азеры, они не кавказцы Кто кавказцы? Ну официально считается Грузия, Западянка и Армения Официально считается за Кавказ Кавказы говорят, что Чечня, Ингушетия, Осетия и так далее И многие там говорят, что не кавказцы, не за кавказцы Такие принципиальные люди Кавказская женщина должна готовить, а не как мебель сидеть и в интернете лицом отсвечивать Да, но видишь, в этом-то и парадокс, что я не кавказская женщина, понимаешь? Поэтому эту, я не знаю Хуйню зачеркните у себя в голове И больше не пишите подобного бреда Я, лично я Могу делать то, что я считаю нужным Понимаете? И повторю вам еще одну интересную вещь Один интересный момент хочу подметить для таких вот женщин, как вы Мы предпочитаем с Тимуром не готовить Мы предпочитаем ходить по ресторанам, либо заказывать еду домой Для этого мы усердно работаем, зарабатываем деньги Чтобы ничего, чтобы не стоять у плиты И не тратить свое лишнее, свое время, понимаете? Вот А то, что должна делать кавказская женщина, пусть она делает Но я русская женщина Я буду делать так, как я хочу И моего мужчину это устраивает Понимаете? Эфир начался 15 минут назад Так, значит А кто-то не может себе просто позволить излиться А мне все равно, кто что не может Каждый в этой жизни, как я всегда говорю, дрочит, как он хочет Кто к чему стремится, тот к тому и идет Если я выбрала себе такой путь, не стояется у плиты Я буду по этому пути идти дальше Если я сказала, что когда я рожу детей, я буду готовить Потому что у меня будет больше свободного времени Значит я буду готовить Мне это будет интересно Вдруг у меня крышу сорвет, и я реально захочу готовить Такое же может произойти? По факту может Плюс своего ребенка я хочу кормить той едой, которую приготовлю я Домашняя, вкусная еда То есть это ко мне придет Так что у вас будет период, когда вы можете аплодировать стоя Хлопая звонко в ладоши Он настанет этот период Настанет даже тот период, когда я заплету себе бублик И одену махровый халат и тапочки Потому что я захочу чувствовать себя комфортно И такой период наступит Но ненадолго Потому что после рождения ребенка я так или иначе восстановлюсь И буду ходить дома как Барби И перестану готовить И мы будем всей семьей ходить в ресторан Или у нас будет личный повар Избавляйся от слов паразитов Сами избавляйтесь от чего хотите Да нет, ты не понимаешь, все равно что ты должна Людей бесить, что они готовят, а кто-то по ресторану На сегодняшний день сходить в ресторан дешевле, чем приготовить дома еду Как по времени, так и по финансам Вот правда Просто многие этого не понимают вообще Ты уже старая Наломала, давно готовить Я не старая, мне всего 25 лет Возникает иногда желание Потрахивать мозги любимого Чисто со скуки Нет Я никогда не потрахиваю мозги любимого Бывая, иногда А, молодец, в любой ситуации надо быть самым собой Угу А, ты нормально, ты ебала Хули отвечаешь Возьми, слышь ты, Амалия, ебали Если тебе так интересно национальность моего парня Возьми, напишу ему в директе И пообщайся с ним Чего ты меня-то долбишь этими вопросами Почему нам поебать, кто ты по национальности А тебя это так волнует Я понять не могу Возьми, напиши, пообщайся, если Сил хватит Мы помирились еще тогда, через 5 минут После ссоры Привет, привет Какие планы работать в 46-55 лет Никаких Я в 46 Я уже в 40 никем не собираюсь работать Эта работа будет работать на меня А не я на работу Я сделаю все для этого, чтобы В возрасте 40 лет Я Я не знаю Чтобы мы жили где-нибудь Возле океана В своем доме Где бегают там, я не знаю Детишки Внучки Ну типа Мы с дедом под ручку будем слушать Шум моря Я не собираюсь нигде работать Это что за прикол-то такой Мало кто, что 45-50 лет вообще работает Пенсионный возраст Или еще не пенсионный 50 лет Не пенсионный? Сейчас хотят повысить еще Давайте до 100 лет будем работать На гостодарцев Предложили Или предложили Или повысили Я не знаю Не помню Повысили Но предлагали точно Суждаться До 65-ти у мужчин По-моему И до 60-ти у женщин Если не ошибаюсь Раньше Было 60-55 Туда было Среднюю продолжительность Людей просчитали И это Хотят еще Пиздец просто Сразу с работы Да 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 Чем ты вообще занимаешься И как деньги зарабатываешь Зачем ты кушаешь цепочку Я не готовлю Мне нечего есть Поэтому я ем золото Здравствуйте Здравствуйте Настя В каком хостеле Или отеле Останавливалась Раньше в Москве Мой любимый отель В Москве Это Рэдисон Блю Погости Это Тоже мой любимый отель Но Я в нем Жила Когда нужно было Долго жить Там знаете Там по 3 недели Потому что Это для меня Выгодно Так как это в центре И не очень дорого А Рэдисон Он дорогой отель Поэтому я там Останавливалась На неделю максимум Но Там обслуживание И номера Вообще конечно вышка Так Тебе нравится Наш президент Устраивает ли он Я не умею правильно Отвечать на эти вопросы Нравится мне Или не нравится Особенно в прямых эфирах У меня конечно же Есть ответ На этот вопрос У меня конечно же Есть твоя позиция Но Так как я знаю Что На мой ответ Будет много Скажем так Негатива Я лучше промолчу А какой ответ У меня в голове Сами себе можете придумать Так Настя За сколько губы накачала 1 мл 19 тысяч рублей У меня 4 мл Расскажи пожалуйста Как ты считаешь Нужно делить деньги в семье Зачем Кому делить Какой любимый десерт Десерт Павлова Мой любимый десерт На гумункула Похоже Ой блять Гузель Хузель Как обидно Вообще Смотри Чтобы ты на гумункула Не была похожа От злости Ненависти И зависти Ко мне Настя Скажи пожалуйста А губы чувствуешь После увеличения Я сделала Переживай В первые пару дней Конечно же Губы Они такие деревянные Ты ничего не чувствуешь Но потом Они начинают Уже Немножко Рассасываться Гиалуроновая кислота Становится Мягче И Гораздо Лучше Ты какая-то Неэкономная Вы знаете Я всегда тебе говорю Так Что пока есть Возможность Неэкономить Надо неэкономить Потому что Однажды Наступит тот момент Когда пригодится Это сделать Следует Из чего Зачем всю жизнь Экономить Когда Когда Когда-нибудь Придется Экономить Ну блять Я не знаю Как это правильно Сформулировать Но Типа Не знаю Как хотите Так и понимаете Так Едем дальше Говно Написал Мужик Ну вообще Это похуй Но просто Я хотела сказать Я представляю Мой Тимур Зашел в прямой эфир К бабе Какой-нибудь И написал Говно Я вот просто Сейчас Представила Вот эту вот Тему Красотка Спасибо большое За ответ Подписывай На 2 ноты Молодец Спасибо большое Манго Авокадо Кокос Что из этого Любишь Я люблю Я люблю Манго Сейчас Секундочку 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 А вы А вы А вы Сами Видите Со стороны Сколько Много Людей Задают Этот вопрос Про высшее Образование Зачем Тогда Задают Этот вопрос Если образование Никому Нахер Не нужно Потому что Образование Оно Дает Тебе Что Дает Тебе Делает Тебя Мощнее Круче У тебя Есть Образование Ты Крутая Понимаете Поэтому Все Спрашивают В надежде Что Я скажу Что Нет Я Тупая Я Отучилась В ПТУ Приехала В Москву Хочу найти Здесь Старого Богатого Везти Замуж И ничего Не сделать Конечно У меня Все Есть Детка Ты С кем Болтаешь С привидениями Рост У меня 173 Сантиметра Вес У меня 50 Килограм Да Правильно Правильно Девушки День Рождения Моя Девушки День Рождения Ламборджини Есть Здорово Что У тебя Есть Ламборджини Но Я Предполагаю Что Судя По Тому Как Ты Общаешься Со Мно В Прямом Эфире Ламборджини У Тебя В Твоих Фантазиях Только Этот Народ Постоянно Задает Тупые Вопросы Какая Анфинити У тебя Куик 70 Так Значит Привет Привет Сосочки Сексуально Заметны У тебя Тоже Спой Пожалуйста Аааа Моя Девушка День Рождения Моя Девушки День Рождения Так Значит Куда Подлинный Раз Готовила И Что Не Помню Мозгов Если Нет То И Три Вышки Не Помогут Ну, у кого как, вам может быть и не помогут Твое отношение к марихуане Отвратительное отношение к марихуане Я вообще не понимаю, зачем курить марихуану И так у нас жизнь настолько веселая и интересная Что вообще марихуану курить незачем Настя, на сколько по времени курится Айкос? Я не знаю, затяжек 11, по-моему, или 12 Настя, пожалуйста, нажми на экран, чтобы ушли блики Нет Че ты игноришь? На кого училась? На специалиста по рекламе связям с общественностью Эфир идет 27 минут 1 секунду С родителями Тимура, конечно же, я знакома Мы все очень хорошо дружим и любим друг друга 4 минуты 14 затяжек Твое отношение к кокосу Такое же отношение, как и ко всем остальным наркотикам Негативное Самочувствие у меня Ну вот дождь пошел, мне стало легче Как мне нравится, как ты отвечаешь этим Ну, Соня, я не знаю, сколько миллилитров в губах Чтоб тебя на проспекте машина сбила Это опять написал тот Валера, у которого есть Ламборджини Ты знаешь, что вот все, что мне люди желают, им это возвращается А ты на Ламборджини меня собьешь на проспекте, да? Так, дождик, иногда так приятно слушать Да, мне очень нравится, когда дождик капает Это прям очень романтично Сейчас бы сюда два бокала вина Посередине три свечки таких Все в лепесточках роз И это, что еще бы я хотела? И мы едим шашлык, классный скетчупом острый Настя, приезжай к нам на новую землю Валера пиздой отсюда и не смеши нас Валера долбоеб Настя, блокируй их Ну кто-то же должен у нас какой-нибудь очередной шутник быть в эфире, понимаете? Так что пусть вот этот Валера, он и шутит здесь Что еще у Валера у тебя есть? Значит, я желаю тебе квартиру собственную Спасибо большое, спасибо большое Да, друзья, я настолько энергетически заряженный человек Околдована столькими ведьмами Что реально, когда вот чего-то мне желают Это обратно людям возвращается в двойной порции То есть, если ты мне пожелаешь дерьма То ты в дерьме и утонешь Если ты пожелаешь мне счастья То счастья тебе прибудет в два раза больше Валера, Валера, Валера Я буду верной первой Есть ствол пуль Валера написал, что у него есть еще ствол И то, что я словлю пулю Понимаешь, Тимур? Я пулю словлю Так что если я завтра не приду домой У тебя есть уже две версии Я сбита на ламборджини на дороге Либо в моем лбу будет пуля И это сделал Валера Я сделаю скриншот Чтобы ты смог, если что, показать, кто это Счастье, счастье тебе Спасибо большое Спасибо, друзья Спасибо большое Губы классные Спасибо, написал тебе сообщение Надеюсь Спасибо, спасибо большое Мать девушки День рождения Мать девушки День рождения Счастья, здоровья, любви Много денег Спасибо, спасибо И вам тоже Здоровья, счастья, денег, любви Чтобы на вашем пути не было никогда Валера С вымышленными ламборджинями Так, М. Леха написал фу Леха, фу, фу Это когда ты утром просыпаешься Ты весь в дерьме от страха Понимаешь? От страха, потому что тебе приснился ужасный сон Как за тобой бежал волк в лесу Это фу Так, значит, что это у меня с челкой Она опять начинает меня раздражать Опять я раздражаю на рожке Надо заплетать Так, значит, бывает ли, что панические атаки Из-за боязни панических атак Конечно, конечно, так и бывает Как на свадьбе стостно сидим Ну, кто был круче в баттле Изабелли или Матата Они обе хороши Дорого грудь стоит, не пожалела Я не пожалела о том, что я сделала себе грудь Это вообще было лучшее вложение в меня Я потому что сейчас безумно счастлива Я делала себе грудь Не потому что она у меня была пятого размера Сексуальные дочки такие были Я делала, потому что у меня ее не было Я так как женщина и хочу чувствовать себя женщиной Я ее сделала У меня всегда было желание Вот вы знаете, я в семье такая одна У бабушки будь здоров У мамы все хорошо У тетки все отлично Ну, то есть понимаете, да У всех все супер А я ни два, ни полтора, ни туда, ни сюда Как бы, ну, типа, я уже подозревала Из чьей семьи меня украли И поэтому я решила, ну, как бы, тоже быть похожа на свою родню Пошла и сделала себе бидончики Ну, короче говоря, в детстве Ну, как в детстве В свое совершеннолетие я мечтала, чтобы однажды можно было носить лифчик без пятерного пушапа Потому что я вынуждена была одевать пушап, чтобы у меня хотя бы какие-то горочки прозвечивались, понимаете И то ничего не получалось Это то же самое, что наденешь вот лифчик с пушапом на спину Вот такой эффект у меня был спереди Мне хотелось одевать красивые ночнушки, да Чтобы, ну, как-то, я не знаю, чтобы как-то сексуально было, что ли Валера написал воры Валера, блядь, не пиши какие опасные слова, пожалуйста, здесь Ну, смешно же уже, а Ну, какие воры Валера Так, солнышко, ты супер У меня банальный вопрос Сама оценка меня супер Но люблю мудака Он всегда мудак Но все же он при каждой ситуации в первую очередь прикрывает свою жопу Как перебороть это? Ой, не знаю Суки Валера до сих пор мне пишет, понимаешь? Пишет, суки Сначала воры, потом суки Возможно, надо соединить все слова И из-за этого будет какое-то предложение Говно У меня есть ламборджини Собью тебя на проспекте Чтоб тебя сбили на проспекте Словишь пулю в лоб Воры Суки Кому это послание? Валера Ты очень красивая Спасибо большое Белую майку без лифона Верно Совершенно верно Это тоже было в планах Когда можно будет ходить без лифщика Когда детей планируете В будущем обязательно планируем Там, знаете, год, два, два, три Вот где-то вот в этом диапазоне От одного до трех Где-то в этих планах есть дети Плюс-минус Написала бы парню первой После ссоры Конечно бы написала Нет Валера Красавчик Пиар молодец Это пиздец Да Валера опасный тип Этот Валера Вообще Валера все Валера все Я думаю, что у меня Огончики пальцев Затряслись Это все просто От того, что у меня Пиздец, как страшно Какой размер теперь грудь Четвертый Вовремя уже прошло Ну да, еще Восьмидесятых Валера из прошлого Валера долбоеб Правда, что если Одеть лифчик на два размера меньше Грудь будет больше визуально Ну я не знаю Насколько она будет визуально больше Но я знаю Насколько это будет выглядеть убого Ну ты знаешь Знаю, она вот эту грудь Вот сюда одет лифчик На два размера мельче Во-первых Будут соски видны Как бы Ну это уже не сексуально Согласись То есть если ты оденешь На этот все Какой-то вот патти Ты кальтет И будешь выглядеть Как продюрочная На тебя все будут смотреть Если ты выставишь Такую фотку в инстаграм Тебе заблокируют Валера Какой-то У Сони тоже небольшая Ставить грудь Да, мы знаем об этом Вот мы вдвоем С ней И это Завершили Род сисястых Скажем так Нет, не мы А наши мамы Точнее Завершили Валера Но говорят Что от золотых пирсингов Гноится пупок Так ли это Или это миф Что за Валера 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 Наша мама У тебя что Сестра и разные мамы Нет Нет У нас одна мама Имеется ввиду Мама и сестра Моя мама Миф Я за Валерку За Валерку Пасть порву Ну вот Идите рвите Друг другу Пасть С Валерой Можете только Мой прямой эфир Покинуть Ну что вы здесь Вот заколбасились В эфире У малышки У незнакомой Для вас девочки Два мужика Один про воров Другую про пасть Что вообще за криминал У меня тут вы устроили Два волоеба Так У моего золота Стоит уже 4 года Все хорошо Ой у меня Поняла Если на золотые серьги Нет реакции воспаления То с пупком Все будет ок Спасибо большое А вот у Елены Наячил гнается пупок Нет Не так У меня пирсинг Меняла нормально Дырка на пупке Давно зажила Здорово Это от восприятия У меня на золото С примесями Аллергия А других на серебро Так Ты ревнивая? Нет Конечно У колпачу У дочки золотой пирсинг Книга на яйца Здорово Очень хочется пирсинг Пирсинг Кукок Такой Красивый Золотой Чтобы там Какой нибудь Камень стоял Непростой Хочется 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 Пирсинг Не хочется регистрироваться? Нет Не хочу Я всегда Все делаю В последний момент Я в последний момент Зарегистрировалась Вконтакте У меня там еще Рейтинг был Вот такой У меня там Я помню У меня Ну прям Вообще Так хорошо Вконтакте было Потом Я самое последнее Зарегистрировалась В инстаграме Но Из контакта Я удалилась Потом Я планирую А ничего Не планирую Пусть все Останется тайной Что у меня там В планах Смысл в том Что я захожу Всегда Последнее Когда пойдешь Делать ногти Я вот их На днях же сделала Видите Какие серые Красивые Сделала Больше Губы делать Не буду Пока что В течение Двух месяцев Точно С какого года У тебя инстаграм С семнадцатого Или с шестнадцатого С семнадцатого Или с шестнадцатого Не помню Ты скоро родишь Это вопрос С утверждения Что это О чем Говорила В прямых эфирах В перископе Что так поднялась А О всем о том же Что и здесь Какой размер губ Почему сделала Грудь И Какой цвет волос И толщина ресниц Все то же самое У меня было В перископе Вот потом Обратила внимание Сиски Сделай Как все девочки Это делают Когда расстаются С парнями Либо Когда они там В сорок Как все девочки Это делают Нарядись Как будто бы Ты адская кошка Там знаешь Какая хищница Готова разорвать Всех на повал Одесса 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 Самая красивая Сексибоди Накинь на себя Ту журку Такая вот Типа Чики-мони Чики-бомбони Так все делают Я видела Так что Сделай так же Стопудово Прокатит Волосы наращивать Не буду Я их отращиваю Где твои ресницы Я не знаю Как отвечать На этот вопрос Что-то случилось Сосаешь Да Сосаешь Юля Привет Мимика Леса У тебя огонь Спасибо Харизматичная Девчонка Просто Вот девочки Как вы Сюда Вот в лоб Что-то закалываете Я просто Сейчас представила Что у меня Вот здесь Допустим Будет все заколото Я даже не смогу Наверх брови Поднять Ну типа Сразу же Все эмоции Теряются И вот Они ходят Все вот такие Не улыбнуться Ничего Такие Безэмоциональные Просто У меня многие Вот эту решетку Спрашивают Настя Почему ты не можешь Поставить себе туда Эти угольчики А мне нравится Вот это Брр Зато я могу делать Все что я хочу Так Значит Едем дальше Сколько уже сосешь Почему Не наращиваешь Ресницы В Москве А я их Лечу Чего мне Сейчас Ити наращивать Я в Новосибирск Приеду С вылеченными Ресницами И сделаю Насте Советую Доктора Зинина Да Как вы познакомились С Иришкой С Иришкой Мы познакомились С Настей Изабель познакомила Сначала думала Что Иришка Стерва А оказалось Что Стерва То вовсе Не она Ну типа Короче Мы Сначала Подружились С Изабель А она Мне говорит Типа Настя Ну поехали Там к Иришке В гости А я думала Иришка Стерва Вообще Еще та девка Ну все Мы приехали К ней домой И вот сразу В первых минут Поняли Что вот Иришка Это вот Та самая Простая душа С которой Мне будет Вот просто Очень комфортно В общении И как-то Сразу Сообщались И все И теперь Мы вот Подружки Изабель Иришка Я Таня Лера Вот наша Девчачья банда Здравствуйте Здравствуйте Мой девушке День рождения Мой девушке День рождения Мой девушке День рождения А, значит, как тебе блогер Адель? Я не знаю Почему думала, что она стерва? Я не знаю, мне так казалось Мы все думали про друг друга, что мы стерва На мой образ в инстаграме взгляни, тоже не подумаешь Что я душка, печенюшка Он типа кажется, что вот она В жизни со мной встретишься и подумаешь Блядь, нифига, она просто как три копеечки И все Настя, сохрани эфир, как познакомились с Эссабель? Настя, познакомила Василина Настя, для девушки рост 169 нормальный, очень С делами все отлично Разговариваю так тихо, потому что мой рэджинер Разговаривает по телефону Настя, ты этой песней просто сделала мой день Я тоже думала, что мы все стерва Не, 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 никаких стерва Мы вообще это Добродушные очень все Я ей говорю, я вам сейчас Я вам сейчас что-то расскажу За сигареткой сгоняю и расскажу вам все, что к чему Какая была самая ситуация Я после этого, после того, как я пришел Я поехал на первый день Так, значит Чтобы тебя опустила жизнь до уборщицы Ой, а я и так уборщица, мне не надо до этого опускаться Я дома сама себе уборщица, представляешь Так что все хорошо Еще более того, тебе, Валера, скажу, что я работала уборщицей тоже Я работала уборщицей в разных салонах красоты Я была домработницей у бабушки Поэтому, ну не у моей, а у чужой совершенно бабушки Я работала домработницей Ты даже не представляешь, сколько я вот этой работы, ну скажем так, не совсем чисто делала в своей жизни Зато теперь, Валера, ты лох, а я ничего не делаю Понятно, сижу, провожу прямые эфиры и издеваюсь над тобой И при этом зарабатываю деньги А ты, Валера, будешь до конца жизни полы намывать Не сейчас, да и потом Так, едем дальше Ресницы больше не наращиваешь? Нет, пока Настя, что ты меняла с лицом? Давно тебя не смотрела, как ты по-другому выглядишь Я просто сейчас без ресниц С Кариной Лазарьенс? Да, мы знакомы Как-то мы снимались, да, уже в видео Я просто не люблю сниматься в чужих вайнах Я это всегда говорила с первых дней Мне очень и очень и очень тяжело сниматься в чьих-то вайнах Я в свои никого не беру практически, кроме Иришки И в чужих не снимаюсь Объясню, почему Потому что я не люблю сценарии У меня все видео, они берутся вот так вот и записываются Вот, что в голову придет Вот сразу же, понимаешь, развиваю тему У меня нет такого, что я сначала расписываю сценарий А потом четко по нему что-то записываю У меня лайф И мне очень тяжело, когда мне диктуют, что мне говорить Поэтому я практически ни с кем не делаю коллаборации Твой папа гондон зону протирал Мой папа тебе завтра пристрелит от таких слов И будешь на том свете с такими же валерами на черной тучке прыгать, понимаешь? Поэтому ты про папу не пизди Ты можешь менять сколько угодно здесь сидеть Шлифовать, обсирать И делать что угодно Но в моей семье лучше не трогай Особенно про папу Если мой папа сейчас в прямом эфире Тебе пизда, чувак, вообще А ты можешь сама себя заплести Да Я заметила И это круто смотреть Когда ты снимаешь сходу Это видно И это реально круто Спасибо большое Это очень приятно Да, с Сашей Кабаевой мы общаемся Очень классная девушка вообще Она такая классная Она такая добрая От нее всегда столько позитива Но она очень нежная Очень женственная Она вообще офигенная Ты самая классная Но не обращай внимания на всяких идиотов Хорошо Эфир уже длится 47 минут Если кривые зубы стоит улыбаться Да Если ты не придаешь значение тому Что у тебя кривые зубы Их никто не заметит Понимаешь? Вот просто я тебе хочу сказать один момент То, что если ты делаешь акцент на то, что тебя беспокоит Этот акцент будут замечать абсолютно все Вот у меня есть огромные мешки под глазами Вот такие Я пока про их не зарекнусь Про мешки под глазами Все смотрят на то, как я общаюсь с вами Никто не смотрит на мешки под глазами Когда я делаю акцент Вот я хочу сделать блефаропластику У меня вот такие вот мешки Все начинают обращать внимание на это Поэтому если у тебя кривые зубки Сука, улыбайся так, чтобы их вообще всему миру было видно И всем будет автоматически на них пофиг Таким образом люди избавляются от своих комплексов Почему многие полненькие женщины наоборот говорят Что, блядь, мы бездаты И все относятся к ним не как к полненьким девушкам А как к красивым в себе уверенных женщинам И еще берут с них пример И начинают так же себя любить А, про что я хотела рассказать Ты уже договорил, да? Тим Договори Хотела Мы тогда с вами разговаривали про простых подружек Про добрые тонкие души и так далее Почему я заобщалась именно с Рыжкой Изобей, Лер и Таней Почему именно с ними? То есть с моего пребывания в Москву Я переобщалась и перезнакомилась с абсолютно разными людьми С разными С кем-то зашло, с кем-то нет У кого звезда налбу горит Теми вообще Я чувствую себя совершенно некомфортно Меня раздражают такие люди Ну вот люди на фоксе, на пафосе Они меня просто дико бесят Я вот смотрю на них и думаю Блядь, отбери у тебя все и ты никто Вообще никто Просто полный ноль В любом случае Сколько бы не было у тебя подписчиков Какую бы ты позицию в жизни не занимал Нужно всегда оставаться человеком Добрым Хорошим человеком Чтобы в случае чего Когда у тебя ничего не было От тебя не отвернулись Чтобы у тебя остались Те самые друзья Поэтому я смотрю на этих звездящих И мне просто от них тошнит Вот честно А с девочками С которыми я подружилась Вот мы как раз Мы в пятером Вот это те девочки Которые никогда не словят звезду Они никогда ее не словят Несмотря на то, что уже каждый на своем уровне Когда уже по факту Другие ловят эти звезды А вот У нас их никогда не появится Потому что мы все простые У нас у всех простое воспитание У нас у всех простые родители Вот поэтому мы Как бы и сошлись И нам с друг другом весело Вот поэтому Мы и вместе Такие вот дела Нет, у меня немного друзей Я же опять же говорю Я в свой круг не пускаю практически никого То есть я за 25 лет Перевидалась абсолютно с разными людьми Меня ей передавали И кидали И чего только не было Кидали, придавали одно и то же, конечно Но смысл в том, что Я уже увидела все Я фильтрую людей Я их сканирую сразу же Я понимаю, кого можно подпускать А кого нет Поэтому друзей у меня очень мало Но зато они верные И мне с ними очень тепло и хорошо Так, значит Как относишься к раннему браку? К раннему браку я по любви отношусь нормально К раннему браку по залету я отношусь никак К раннему браку по принуждению Родители, например Да, я тоже отношусь отрицательно Я только за любовь Сможешь проиграть бровями? Нет Мне никогда не получалось сделать эту волну Не количество, а качество Это супер класс Я тебя очень люблю Спасибо большое Моя девушка, день рождения Чем хочешь еще заниматься помимо блогерства? У нас много идей Как у меня с Тимуром, так и у меня с Иришкой Ну, типа, мы сейчас разрабатываем несколько клевых идей И в конечном итоге вы обо всем узнаете Так, значит, страшно, милая, простая Какие темы ты любишь? Жизненные Супер молодец Милашная Спасибо большое Через 8 минут закончится прямой эфир Потом я пойду пить чай И мы будем с тобой смотреть сериал А я буду есть леща Вы любите леща? Я очень обожаю соленую рыбу Я не могу, как ее обожаю Вы крутая пара с Тимуром Иногда читаю комменты Вот типа кавказец и так далее Не обращай внимания Любви все нации покорны У меня Ингуш был Он тогда мне песню скинул Русский и чеченка Послушай Каких пранкеров знаешь, смотришь? Я такой человек, который не смотрю пранки Мне это сразу неинтересно Как и пранкерам мои видосы смотреть неинтересно То есть мне интересно смотреть вот Ирочку, да, Иришку свою Мне нравится смотреть своих подружек, короче говоря Иногда нравится смотреть видосы, например, у Давы У Битуева прикольные видосы У кого еще? У Жени Искандаровой классные видосы Такие веселые У Насти Сазоник кайфовый Тоже жизненные видосы Лайф Вот так вот Так, значит Тигре место Говно Рыжка Рыжка моя подружка Мне 18 парню и 35 Это нормально, совершенно нормально А, подожди, 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 подожди еще раз 18, 35 Это как моя Соня С мужчиной старше Тимура на 4 года Не знаю Если вы любите друг друга И у вас не взаимовыгодные отношения А, ну, то, типа, это норм Ну, опять же, да, любви все возрасты покорны Если он любит ваше молодое тело, а вы его деньги Ну, тогда это уже отношения расчета А я всегда против расчетливых отношений Они ни к чему плодотворному не ведут И в таких ситуациях мужчина не будет жениться на такой девочке А такой девочке нахрен не нужен будет этот арпер А может быть и нужен все такие девочки, что как раз таки нужен Поэтому я не знаю Я против всего этого Соня вроде 19 Ну, 19, но плюс-минус один год О, кстати, да У Наташи еще прикольное видео Мне не нужны его деньги Просто люблю Ну, вот, супер Здорово Если у вас любовь-морковь, то тогда у меня задается другой вопрос Мужику, которому через 5 лет 40 Зачем ему девочка, которая на днях стала совершеннолетней? Ну, типа, вот другой вопрос Что он хочет из этого, чтобы получилось? Ну, не знаю Мне непонятно это Но я опять же повторяюсь, это мне непонятно Соня, твоя шкура И при этом смотри Есть у меня на это свое мнение, конечно В 16 и в 19 лет или в 18, сколько вы там сказали Это люди, которые еще в жизни не нагулялись, не насмотрелись Этот мир никаким образом не узнали Соответственно, наступит тот момент, когда твоему мальчику захочется других девочек, а тебе других мальчиков И начнется Я считаю, самый заебись брак Это когда оба нагулялись И оба готовы к семейным отношениям Вот это самый прочный, долгий, крепкий, настоящий брак Когда уже все при опыте Все все знают Знают все подводные камни отношений Вот это круто Но Но При этом Я надеюсь, что у вас все будет до конца жизни очень хорошо Просто я беру общую статистику И Смотрю на этот мир Более Скажем так Как Национально Так, моей сестре сейчас 36 С мужем познакомились, когда я была 15, мы 17 Все отлично, двое детей Супер, вот за такие браки я безусловно рада Когда у тебя день рождения? 22 марта Не пишите хуйню, заебали и кур завистливые Совершенно верно, спасибо, Лика Вау Я рада, что у меня здесь есть мои защитники Потому что меня уже не хватает, чтобы отвечать всем этим долбоебам Настя, подскажи краску для волос Честно, не знаю, какая у меня краска для волос Я крашусь в 13 в бьюсе А с какой краской они работают, я почему-то не интересовалась До конца прямого эфира минута 55 осталось Какой любимый фильм, не знаю Ой, а куда пропал Валера После того, как обозрал моего папу Валера писал, что мой папа на зоне полы моет Я его чуть не убила тут Ты единственная, кого мне просто приятно слушать Спасибо большое Как выйти из депрессии? Найти себе нужно какое-нибудь увлечение Либо уехать в одному в путешествие Нет, сегодня я уже не буду никуда заходить Потому что у нас сейчас с Тимуром по планам Сарьяжиным по планам Пить чай и смотреть сериал Да, я в Москве Мы будем смотреть триаду Айфон крутой телефон Я считаю, что да Говно Айфон говно, не берите его Лучший Сименс, С60, ничего нет Хорошего вечера, спасибо большое Нет, я не замужем Маргаритка клубничка А, я тебя сейчас заблокирую Вот В общем, все Спасибо большое всем, кто зашел в мой прямой эфир Спасибо всем, кто принял участие в моем Как это называется, когда все танцевали сегодня? Флешмоб Совершенно правильно Что смотрите мои видосы Ставите лайки Подпитывайте Мои видосы своими крутыми комментариями В общем, я желаю всем отличного настроения Всем удачи, всем пока-пока Орророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророр Продолжение следует...